Здравствуйте, господа! Это первая такая запись на новую веб-камеру звука, да? Я думаю, он офигенен, потому что камера офигенная, она стоит уже не 120 рублей, а 1390. Это другая категория, это уже Logitech. А во всех Logitech микрофон, по сути, одинаковый, то есть, да? Что в 200 каких-то, да? Ну, кроме 170-х, во всех одинаковый микрофон. От 270-х до 900 каких-то там дальше, да? От 920-х, 922-х, какая там последняя модель, я прям не знаю. Вот, и во всех из них одинаковый звук. По сути, одинаково будет охеренно писаться, ну-ка. Зашёл я на сайт Logitech, чтобы скачать там драйвера какие-то, фигервера, да? Потому что Windows сразу не нашла. Но я подождал 2 минуты, и драйвера Windows нашла. Ну, а на сайте Logitech я увидел вот эту забавную вещь, да? Я увидел вот эти рекламные посты. Я открыл их всех 4, и сейчас мы будем их обозревать. Вот мышь в Mix Vertical. Как бы, да? По идее, это удобно. По идее, да? Но чисто в теории, вы смотрите, да? Как бы руку так положить удобно. Если вот так поставите руку, как стоит она мышь, вот так же вот. То есть, палец, наверное, да, повесите в воздухе руку так. Как вот эта мышка стоит, то есть, да, вот. И вы ощутите, что у вас палец подзарит. Вот этот вот палец указательный. Он с главной кнопки мыши, которую вам стоит постоянно жать, он сползает. Просто вниз, да? Поэтому вы не сможете долго её держать. По сути, вот в таком положении. Вас просто достанет, вы держите вот так палец. И, соответственно, выиграете. Если вы играете в игры на такой мыши, а не занимаетесь дизайнерской работой, вам не понравится. Из бонусов этой мыши то, что вот эта вот кнопка переключает разрешение, да, и разрешение тут 4К. Вот. И что аккумулятор, несмотря на то, что тут 240 мАч, да, аккумулятор в результате всё равно поддерживает, как бы, работу 3 месяца. То есть, ты заряжаешь его, и он 3 месяца работает, типа. Вот. Энергономичная мышь. У меня, конечно, я бы вливать хочу слово эргономичная, потому что всякое говно толкают, да, типа, под размер тела, а то, что пользоваться им неудобно, это никто не проверяет. Какая-то мышка пользоваться неудобно, потому что палец будет сползать вот сюда, да, с кнопок, да, на колесо, и дальше ниже колеса. Соответственно, нужна такая мышь, где вот тут вот ещё будет вот такое вот, да, вот такое вот углубление специально, чтобы палец, который указательный, он не сползал на колёсико мыши, оно, чтобы такая, как вешалка такая, чтобы держалась, да, и второй палец, который будет обрабатывать эту, да, как правую кнопку, чтобы он тоже не сползал, тогда вот это будет действительно эргономичная мышь, поскольку не нужно будет тратить усилия, чтобы палец поддерживать на кнопке. Ну, а тогда возникает вопрос, как крутить колесо. А не как крутить колесо, оно там не нужно. Вот это колесо, его переносим сюда, и палец вот этот указательный, не указательный, вот этот большой палец, он переходит вот сюда наверх, и вместо нажатия вот этой кнопки разрешения, он крутит колесо либо здесь, либо лучше вот здесь вот по центру колесо крутят, и так удобно. Или вообще вот здесь колесо поставить, и не надо будет его высоко переносить, да. Вот указательный палец крутит колесо вот здесь, вот здесь вот колесо вместо вот этих штук, да. Потому что это кнопки вперёд-назад, которые вообще не нужны ни зачем просто. По сути, это такая вот недоделка, не очень доделанная продуманная мышка. Продуманная мышка, но она, конечно, продуманная, да, но в угоду дизайна её как бы перестарались, да. Не надо было так загибать, надо было поменьше. Вот этот вот, или вот этот угол за загибание должен быть поменьше, да. Для большого пальца, да, вот тут вот побольше угол должен быть. И вот здесь вот сверху она должна более плоской держать. Или вообще пиздец, потому что это вот это вот, вот видите, что происходит. Это вообще пиздец, это ошибка, ошибка круто. Это, и вот она скользит, будет пальцем соскальзывать, всё будет ладонь соскальзывать. Как вы будете вставать, ладонь у вас будет соскальзывать туда вниз. Тут, кстати, второй недостаток мыши проявляется, USB 3.0. USB 3.0 пока не особо нужен, да. Не думаю, что она быстрее будет заряжаться, поскольку аккумулятор 240 мА. 240 мА будет заряжаться всегда, да. То есть самый дешёвый даже USB 2.1.1 кабель, он всё равно будет заряжать на полную, с максимальной быстротой. Соответственно, это только дань моди. И USB 3.0, тут кабель вообще не нужен никакой. Ни капельки, да. Тут 2.0, и то вот какой-нибудь микро-USB вообще за глаза, да. Так что это хрень, да. Так. Одобрены к использованию эргономистами. Кто такие эргономисты? Кто это люди? То есть они его считали по напряжению вот этих мышц? Так напряжения вот этих вот мышц не было. Если вы ставите на них датчики, смотрите, ставят датчики на эти мышцы, и проверяют, есть на них напряжение. Конечно нет, если она вот на вот этой части рука стоит у тебя. Конечно, никакого напряжения не будет, но все напряжения будут на вот этих вот пальцах, то есть на вот этих штуках. И тут на мышку переводить, вот на это колесо, и обратно вот этот палец указательный. Это замучается, этот палец будет вообще болеть. Это будет болеть, вот именно вот эти два пальца будут болеть, которые кнопку жмут, да. Вот и все. Вот и все, да. Запястье за то время экономит. Вот, видите, давление. Запястье экономит давление. Я тоже мышку кладу на коврик. Я, у меня обычная мышка. Я кладу мышку на коврик, именно вот эти запястья в нижней части. И у меня запястье никакой нагрузки не получает ничего. Только пальцы все равно жмутся, да. Все равно крутится только ладонь и запястье, да. То есть вот эта все равно, вот эта часть, она все равно натирается. Соответственно, ничего не меняется от обычной мыши, вообще ничего. Вот, видите, там разрешение повышенное, может этому четыре раза уменьшать движение руки. Но это и так понятно, да. То есть разрешение больше. И, соответственно, ты можешь как удобно себе уменьшать, да. Вот это вот кнопкой по этому, да. Но это так. Ой, скорость точного движения. Потом софтварным методом настраивается, представляешь? Господа, представляете, там. Настраивается софтварным методом, да, то есть не программным, как у всех, да. Не аналоговым, да, то есть прям сразу передается. И вот движение мышки, они сразу тут на экране. А прям софтварный, особый драйвер какой-то, да, для Windows только. И им настраиваются перемещения, да, дополнительно. Пост-обработка перемещений мышки. Если честно, я бы этого опасался, потому что у меня были логитечи, да, во времена XP. И драйвер на дополнительные кнопки, если его ставишь, ну вот эти вот, которые ещё Windows не понимал сам, да, вот эти вот драйверы на вот эти кнопки ставишь, и просто начинаются псоды. Настолько был драйвер прохо написан для мышки, да. Это вообще. Так что от логитеческих драйверов я держусь подальше. Кстати, ну вот ответ-то тут. Логи это так и должно. Я думал, что на камере логи это, типа, ошибка. Нет, они всегда пишут такое логи. Притом G выполнен в форме какой-то улыбочки, да, такой. Вот. Типа дофига радостное железо, вот. 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 Смотрите, зато с компьютерами работают, да. С замаками, да. То есть всё понятно, потому что они драйвер сделаны для них. И они будут к ним пытаться продвигать. Вот это обычный, правда, да, какой-то, не знаю, монитор от Делла. Дешёвый какой-то, да. Вот, на какой-то офис просто. Это какой-то офис Гугла просто. Вот видите, да. Ничего нет, вокруг ничего нет, всё белое, белое, ничего нет. Офис и дизайн как у Гугла, да. Вот, смотрите ещё эту мышку. Прикольное решение, на улитках похоже, но не то. Не то. Я бы не хотел такое. Вот, повтор. Но тут есть продвинутая, правда, технология. Logitech Flow. Это такой софт, который, наверное, позволяет мышку перемещать просто через все компьютеры, на которые у тебя есть. Как-то разделять, перемещать. Вот. Но это такое, это... Не знаю, как это хорошо работает, надо проверять, поскольку это... Обычно такой глюкогром, но требует проверки, да. 4000 точек на дюйм. Вот. Огромное разрешение датчика. Это я уже говорил, да. Ну, это херня, да. Херня, да. Работает четырёх месяцев без спецзарядки. А зарядка на протяжении одной минуты способна обеспечить три часа работы. USB-C используется, да. Вот. С одного экрана на другой можешь переносить. И вот клавиатура эта, кстати. Я не понял, что это такое за клавиатура. Я потом покажу это. На следующей вкладке у меня открытая. Это охеренная клава, на самом деле, с одной стороны. А с другой тоже плохая, да. Так, вот. Вот такое вот. И дальше вот ещё несколько штук, да. Несколько штук. Вот они все. Чего они пытаются нам парить? Мы посмотрим, как бы, их всех вроде. Ну, вот, короче, клавиатура крафт. Как бы объясню, что это такое. Это клавиатура, в которой встроено колёсико, которое симулирует покручивание колеса мыши. То есть, можно скроить вот этой штукой, можно скроить. Вот, смотрите. Вот, как бы, нормально, да. И функциональные клавиши есть, и громкость, и всё. Всё как надо достаточно. Достаточно хорошо. Всё это необходимо обычному пользователю, по сути, да. Вот эта панель, мне, конечно, перестарались с этой панелью. Такая жирная, но не нужна. Ну, и, к сожалению, в английской версии, по-моему, кажется мне, только в английской, под Mac и под PC, да, вот сделаны вот эти кнопки, два, в двух вариантах этого раза. Надо было отдельную просто делать под Mac, и под обычный компьютер клавиатуры выпускать разные. Но они решили сделать одну, то есть, по одной пресс-форме, да, зафигачить всем, и всё, да, по английским пользователям. А для пользователей других стран они делают разные всё-таки, я думаю, тут есть и русский язык, и английский. Поэтому клавиатура под Mac или нету, или она разная всё-таки. Но тут показывается обычная, да. Вот диск управления, адаптерский используем приложение. Но он просто симулирует нажатие кнопок или нажатие покручивания мыши. Вот, так что это хрень. Так, вот видите, яркость в Adobe Photoshop. Ну, это, наверное, мышкой сделано было, да. Точлено обводки, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, да. Вот, видите, чего? Видите, что происходит? То есть, Adobe проплатил, судя по всему. Так, Microsoft PowerPoint и быстро сдавать диаграммы Microsoft Excel. То есть, да. Понятно, что это Adobe спонсирует, и в Excel специально включили функцию просто одну, да. Это как камера от этого Logitech. Я думал, почему они хорошо работают с OBS, кстати, да. А в OBS вшит драйвер, который напрямую звук с камеры захватывает. То есть, если ты используешь обычную веб какую-нибудь, A4T, или ещё какую-нибудь другую, то сначала используй средства Windows для захвата звука, а потом... А потом этот звук передаётся уже в программе, это самое, OBS. А тут специально вшит драйвер от них, да. Да, от этого, да. Вшит драйвер специальный. Не надо мне музыки коммерческой. Отставить коммерческую музыку. Вшит специальный драйвер, в этой самой OBS, в сам. И который позволяет прямой доступ к микрофону камеры обеспечивать, да. Чтобы без задержек, без всего. Без этого глюкодрома, да, Windows, да. И вот такой вот. Поэтому с OBS лучше всего логитетчерские камеры работают, современные, вот. Такая вот хитрость такая, логитетчер. Не исключено, что, поскольку это свободный софт, да, OBS. Не исключено, что логитетчи сами унесли правки в OBS. Чтобы так и было, да. Вот, умная подсветка. Вот это крутая функция. Давайте мы отодвинемся сначала, посмотрим клавиатуру. Видите, какие кнопки продавлены? Я не думаю, что это удобно. Удобно, я не думаю, что это удобно, да. Но фиг его знает, да. Мне не понравились продавленные вот эти кнопки. А вот функция вот эта, мне нравится, что умная подсветка, когда клавиатура активна, подсветка кнопок включается. Вернее, она и так слабо работает, да. Когда ты дожмешь там что-то, она активно становится и включается. И вообще клавиатура с подсветкой, это вообще офигеть. Я такую мечтаю примерно, но не от них. Я хочу от другой фирмы взять, которая всегда подсвечивается точно так же. Не вся клавиатура подсвечивается, ни в коем случае. Это маразм, помойка. А подсвечивается только буквы. Как в ноутбуках у меня как-то был ноутбук. То ли MCWint, то ли Asus, да, вот этот старый. Не, старый Asus 900 модели, он, кажется, не подсвечивал кнопки. А MCWint, он подсвечивал, то есть кнопки были с подсветкой все. Ноутбук, да, вот не ноутбук, а нетбук был. И там все кнопки были с подсветкой. Мне что-то очень нравилось. Это вот 10 из 10, десяточек просто, топ. Если клавиатуру я бы нашел для компьютера, такой я бы нашел, 1400 стоит, но пока не купил. Но скоро куплю, да? Чего бы не купить. Так, отклик, потому что конструкция клавиш устойчивая и тонкая, да? Как бы возможно, но думаю, нет, да? Как бы это не влияет ни на что, да? Как бы это не влияет, да? Так, расширенная возможность управления мы смотрим. Только в некоторых программах. Вот они все перечислены. Только их всего 5 штук, да? Соответственно, VLC и OBS тут, соответственно. Потому что OBS и VLC это одно и то же, да? Один AdPlayer просто на основе VLC создана программа OBS. Есть кто не знает, из чего она сделана. То есть из тех же кодеков, из тех же файлов и штук, да, создали программу просто OBS, которая, в отличие от VLC, которая тоже может стрим производить все. Заведя запись, программе OBS автоматический режим я этого сделал. И программу, и интерфейс разработали только поверх VLC и все. Больше ничего не меняли. Так, дальше продолжаем. Это уже вторая, то есть эта клавиатура была офигенная. И осталось нам еще две вещи разобрать. Вот, продолжаем, значит. Logitech Brio. Реалистичное видео совершено до 4К. Как бы следует разделять у Ultra HD и 4К, это не совсем те вещи. Есть 4К, в котором в сторону 4000 строк. А есть у Ultra HD, который продвигается Samsung, в котором нет 4000 строк, но все равно считается 4К. Но маркетинговым. Потому что реально 4К, оно только 4000 строк. Вот, HDR и Red Light. Что это такое? Так, и Windows Hello, да, для безопасности. Принагод используют по фото. Ну, это такое. Выско-технологичное, но понимаю, оно все может, да? Даже вот видите, опять та же реклама. И опять та же тетка, да? То есть я купил камеру C120, и вот та же тетка была. И вот такая же была презентация. То есть она одинаковая, а C120 была точно такая же на коробке нарисована. Видео вышло ранее, утром в 9.15. Посмотрите за этот день. 23 августа. Записано видео, не знаю. Я записываю сейчас 19-е. А выйдет она 23-е. Вот такую же вот тетку, да? Я видал, да, в этой самой рекламе. Она одна и та же. И там даже с плохой камерой из чужой фирмы показывали больше яркости, чем она вот тут показана на этой стороне. Так что они хитрят. Хитрят, господа. Не выступают. Пусть и выхитрите. А вот реклама Windows Hello, конечно же. Майкосот приплатили, да? Но что 4К тут поддерживается, оно позволит как бы большую точность. То есть, да, какой-нибудь прыщик не будет, уже тебя не пустит, да? Типа это большая точность, да? Регулирование поля обзора. Вот, представляете? Поле обзора можно на камере прям сразу менять. Чтобы не было лишних захватов, да? 70-90 градусов от 65 до рыбьего глаза практически. 78-90 градусов. Это офигенно круто. Это раньше такого не было действительно. В 9-20-х каких-то. У 9-й серии такое не было. Так, обещают, что без всяких задержек с высокочувствием кадров будет, да? Так, ну а для... Вот, видите, первое, первое началось, да? То есть, в 4К камера не может долго работать. Чтобы работать долго, да, для бесперебойной трансляции, сколько вы хотите, да? То есть, она где-то некоторое время только в 4К работает, потом вырубается. В предыдущем нечательстве движения используйте формат Full HD. 1080p, да, то есть, рекомендуемый. То есть, всё равно это не 4К. 4К, как в смартфонах новых, может использоваться только в ограниченное время. 10 минут или полчаса. А потом перегрев, да, и охлаждение требуется, да? Соответственно, чтобы использовать, работать всегда, надо Full HD использовать 60 кадров. И тогда у вас камера будет работать, да? Так, сертифицировано со Skype. Вот, видишь, да? Какая хрень. Ну, это спецификация, это для иностранцев, типа, готово, что, типа, вот, годится, да? Точно уж. Это для них, это им надо, такая реклама, а нас не беспокоит, да? Нажикой дисплей, в амбуке, планшете. Пятикратный зум. В HD. Смотрите. Смотрите, функция есть, которая не работает даже в Full HD. Только в HD, то есть 720p, да, можно использовать пятикратный зум. Потому что иначе не будет работать, да? HD, качество картинки. HD. Не в Full HD, HD. Видите, какую хитрость тут используют, так и не договаривают. То есть даже Logitech не может произвести то, что будет камера работать всегда в 4К. То есть некоторые функции есть в 1080, которые работают, некоторые только в 720p. Пятикратный зум будет только в 720p. Вот, вот такое, вот видите. Вот видите, видите. 90 кадров, кстати, будет только в формате HD, да? Поле обзора меняет сток при использовании дополнительного программного обеспечения. Вот видите, какая хрень, да? Ultra HD только 30 кадров. Full HD 30 или 60. Видите, что происходит, да? Нет, пятикратный зум, видите, Full HD всё-таки. Я обгонул. Я думал, они не написали про Full HD. Так. HD, да? Два встроенных всенаправленных микрофона шумоподавления. Вот, конечно, лучше, потому что у меня только один микрофон. Применение фракансного датчика для Windows Helm через SDK. То есть, он не только будет использовать, значит, то, что, как вы выглядите, а геометрию лица будет просчитывать, скорее всего. Не знаю. Я бы не сказал, что такое есть, да? Вот. Ну, тут есть USB 2.0 подключение, кстати. И это очень хорошо. И это очень хорошо, да? Вот это и топы, да. Дальше продолжаем. Камера хорошая всё-таки. Страшно, конечно, по дизайну она выглядит, но... Она хорошая, но для использования, да, только с программами, которые она поддерживает. И желательно для стриминга, конечно, в 1080. По-настоящему она не 4К камера. А 4К она только для коротких видео. Или для коротких разговоров. Поскольку иначе не гарантируется, и без перебоя на работе, что она не перегреется, не перегреется, и по строенному датчику температуры не вырубится. Итак, наушники. Наушники, они в Африке наушники. Тут поролонка, да? Тут ещё поролонка, да? Но это необычно. Это должно быть мёгко, да? Тут эти складные штуки, которые потом развалятся по ним. Родник чуть-чуть под ним развалится. Поэтому у меня, когда были наушники, они были без складных штук, без всяких, да? Ладно, достаточно. Давайте посмотрим. Через USB нано-приёмника, да? То есть они беспроводные. И через BluePub. Через BluePub, да? Вот так, 40 футов. Непонятно, почему они не переводят на метры вот это всё. Это, конечно, базобразие полнейшее. То есть они рекламу делают для американцев, а для россиян они не переводят. Кстати, в моей камере я купил вот эту камеру. Там не было перевода на русский язык, ничего. Вообще ничего на русском языке нет. Ни на коробке, ни внутри в инструкции ничего на русском нет. На русском есть только гарантии, которые они кладут для стран СНГ. То есть, да? То есть там дополнительная такая бумажка, где написано, что... По-русски и по-польски, да? Что вы, типа... Гарантии, обратитесь, пожалуйста, в магазин, не разгрызайте батарейки. То есть они для любого техники кладут одни и те же штуки. Там написано просто, что не разгрызайте батарейки. Для веб-камеры, да, вообще. А там батарейки-то никаких нету, типа, да, вот. То есть для всего инструкция универсальная, которую везде кидают, они кинут туда. Хотя она к ней вообще не относится. То есть, да, для россиян ничего не сделано. Но это и радует, значит, качественный товар. Потому что у меня была дигма, дигма вообще, параша, да? Она вообще сделана для россиян, и раз стартует только на русском языке вообще. Телефон... Так, торрент там скачался. Телефон такой, он стартует только на этом, да, на русском языке, да? Дигма, да, телефон. Такое говно, там, вирусы напихали, прям прошивку, то есть не удалить. То есть вирус скачивает другой вирус, у тебя вся память забивается, и конец, да? Всяка хрень вырезает, реклама прёт. Никак не отключить, потом прошивку там им писал, да? Но прошивать не стал, отдал сестра, она разбила на нашу. Так, стереозвук высокого качества. Вот, представьте, встроенный эпиколайзер есть. Вот, видите, он направляется, да? То есть встроенная звуковая карта в ней, встроенный эпиколайзер и звук высокого качества, да? Но это никому не удивишь. Потому что были наушники за 600 рублей, Анклик, да? Тоже покупали, да, сестра покупала, любит музыку. И вот она... И там тоже в Анклике тоже был встроенный эпиколайзер, потому что там встроенная самая... Встроенная аудиокарта у них, да, по Bluetooth, которая работает. И в них она встроенный эпиколайзер имеет, и встроенный даже MP3-плеер. Вот такая вот офигенная штука. А тут что-то встроенный MP3-плеер они забыли засунуть. Зато тут сделают встроенный микрофон, то есть это гарнитуры, они... Опять с шумоподавлением, да, которое убирается. Вот это офигенно. Потому что обычно эти наушники, у них ничего никогда не убиралось, и это все раздражало всегда. Я всегда отрывал, кто-то всегда отрывал, и кто хотел записывать, то все равно все равно подцеплялось, отрывалось. Но тут можно убрать просто кому не надо, а когда надо, просто все обратно вытащить и все. И это в сто раз лучше, и без всяких брошюр это и вообще круто. Просто вместо брошюра вот так вот сделано, да, то есть вот тут раз, и вот тут два дополнительные, то есть, да. Типа, говоришь, мимо него, да, но при этом он не затыкается, да, не зашумляется никак. Вот. Но это как в логею, это в банк-рике, да, за 600 рублей все это есть, да. Как вот с самой кнопкой управления и все такое, да. Максимальный комфорт, я понимаю, потому что вот видите, это пролон просто положен и все, да. Но и USB-приемник дают одновременно. С дешевыми вот этими онкликами не было, то есть, да, ты должен сам обеспечивать себе Bluetooth, да. Bluetooth с нужным профилем, ты должен себе это самое взять. Обязательно 3.0, обязательно с нужным профилем. Но это решали сами наушники, поскольку наушников, онклика имен, был профиль универсальный, то есть, все профили, все там, их 10 штук, которые относятся к передаче звука, в них были. А в этих, я не знаю, не тестирую, но в этих тоже, наверное, да, все профили, да. Вот. И, соответственно, вот такое, да. Частотный диапазон, кстати, у них был больше онкликов, но не знаю. До 20 тысяч килогерц, да, до 20 килогерц. А от 20 герц, а тут показывается, что оно хуже. Ну, а микрофон вообще какой-то, затычка, да, только для записи голоса. Но он для того и нужен такой, да, не надо тут перегибать, да, панку, да. Ладно, тащим-то, все понятно. Наушники хорошие, зависит от того, сколько они стоят. Если они стоят 5 тысяч, они не стоят того. Потому что у куклы конкурентов, но без микрофона это все стоит 800 рублей. С микрофоном 1200, если это стоит 5000, это того не стоит. Только если ты стример, только тогда ты можешь такие купить и там вякать в них, да. Заряжать и там вя-вя-вя-вя-вя-вя. Тогда ты можешь. А так, если не стоит, зависит от того, сколько стоит. Цена не написана. Ну, не знаю, я бы не больше 2400 таких давал. Потому что пасы кривкие, да. 2400 красный цена. Насколько они хороши. Зависит от цены. Ладно, последний товар на обзоре. Вот такие тысячи. На этом товаре мы не будем особо обращать внимание. Поскольку он нужен редкому очень количеству людей. Достаточно редкому. В основном вот этот товар, непонятно, зачем его рекламируют в России. Потому что он нужен только американцам. Россиянам он не нужен вообще. Для них, у россиян, для этой цели есть пульт от проектора. Просто. Обычный пульт дистанционного управления от проектора. И им вот этот товар вообще не нужен. Знаете, что это такое? Это палка для переключения слайдов на презентации. Вот. Я думал раньше, что ничего тупения селфи-палки не бывает. Вот, пожалуйста. Просто штуковина, в которой две кнопки переключения. Да, вот. Вот так вот. Раз просто. Кнопка включения и кнопка вперёд-назад. Вернее, это не только кнопка включения, это кнопка указания, да? Я путаю с кнопкой включения, но это кнопка указания. Мы сейчас увидим. Вот это вперёд-назад, то есть кнопка вперёд. Если промелькал, то слайд назад. Делаешь просто свои презентации. И обратно, да? Вот. Соответственно, устройство двух кнопок, да? Вот так вот. Видишь? И презентацию, да? А если вам нужно какую-то область отметить, да? Увеличить, то вот эта кнопка верхняя увеличивает, да? Вот как-то так. Так, а потом палку, это как джойстик вот этот для view перемещаешь, а она перемещается, типа там, то есть, да? Вот так вот. Вот, видите, что есть, да? Тоже можно без всякой мышки управлять вот этой функцией тоже. Можно управлять, да? Не только перемещать презентацию, но и управлять вот этой кнопкой, да? Вот так, как на видео показано. Офигенно с одной стороны, да? Раз так. А с другой стороны, кому это надо, да? Кому это надо, да? Вот. И программа специальная, которая сама даже слайды напоминает, то есть, там и там вибрация, да, есть. То есть, если ты долго там вякаешь что-то там, и у тебя время ограничено, то тебе на программу ты можешь задать, что она полностью пора подключить следующий слайд, и презентация уже давай окончается. Вот, вот так вот. Вот, достаточно такая интересная вещь. В нескольких цветах есть. То же самое вот. Вот видите, вот как вам показать, да? Вот тоже логин написан. Ну ладно, дальше мы-то всё посмотрим. Good nice. Хорошие вещи. Некоторые бесполезные, некоторые хорошие. Клавиатура хороша. Мышка не очень. Эта штука вообще бесполезна, по сути своей. Пуша есть пультик. И какая-то там штуковина ещё была, да? Веб-камера. Зависит от цены, но она хороша. Конечно, переплата бешеная, значит, она чуть менее хороша, но хороша. Продолжение следует...